Этот химический опыт называется «Вулкан». Преподаватель химии 4-й арцистской школы Римма Прохоренкова уверяет, проводить подобные эксперименты в подготовленном для этого кабинете безопасно. Огнетушитель, песок, шланг, халаты детские, все есть, перчатки, очки защитные, все абсолютно есть, все имеется. Назначение этого шкафа, как он работает, принцип работы его? Принцип работы, чтобы воздух был чистый в кабинете, все негативное выходило наружу. То есть через вытяжку и далее. Внепланово школу в городке, а именно так называют этот район в Арцизе, недалеко от военного аэродрома, проверяли в начале недели. Спасатели по традиции оставили свои предписания и отправились дальше, по школам и детсадам района. Нам же бросилось в глаза обилие информационных плакатов и огнетушителей. В школе есть рабочий гидрант, тянуть воду на случай пожара из соседних сел не нужно. Пожарный кран и щит на месте, песка хватает. Запасные выходы не на замке, а даже электрическую проводку поменяли несколько месяцев назад. Враховывая то, что школа у нас 55-го года, так и действительно проводка у нас застарела. И поэтому в другом корпусе, это старшая школа, на всех поверхах мы оновили. Вы сейчас это увидите. И в некоторых классах даже так же мы это сделали. В начальной школе у нас 9 классов, но родители до меня вернулись с проханием самих за свои деньги в каждом классе оновить проводку, потому что это стоит дорого. Впрочем, есть и недостатки, и в школе об этом знают. Помимо заваренного шлагбаума при въезде во двор, спасатели рекомендовали школе обратить внимание на карту плана эвакуации в коридорах, где все стрелки одним цветом. Некоторые опасения вызывают деревянные окна и двери, а также отсутствие громоотводов. В ближайшем будущем руководство школы переоборудует эту конструкцию, сделает ее в виде шлагбаума. И с эстетической точки зрения красиво, и пожарной техники будет заезд. Вот так вот, небыто все по инструкции, что от нас требуют, небыто все сделано, но нужно, нам еще сделать проблема, это громоотводы. Вот в первом корпусе и в другом. Но мы работаем над этим вопросом. Еще один важный, пока не решенный вопрос – отсутствие пожарной сигнализации. И если здесь что-то загорится, районная пожарная часть об этом узнает не скоро. Проблема актуальна не только для этой школы. Для того, чтобы обеспечить эвакуацию из школы, нам нужно провести автоматическое оповещение. А это большие капиталовложения, которые решить по мгновению волшебной палочки просто невозможно. Если, допустим, возникает очаг возникновения пожара, то для того, чтобы сигнализация обеспечивала сразу и опасность на территории школы, и те органы, которые должны службе обеспечивать ликвидацию очага возникновения пожара. То есть этого еще нет? У нас пока такого нет, но я думаю, что это будет впереди. У нас нет нигде, по сути, пожарной сигнализации. Это очень дорогостоящие, но необходимое средство. На сегодняшний день для нашего района на это необходимо около 9 миллионов грейн. Это по самым минимальным оценкам то, чтобы обеспечить школу и садике пожарной сигнализацией. Это уже детский сад в самом Арцизе в центре города. Полтора десятка эвакуационных выходов на почти 200 человек вроде как немало. Огнетушители на месте, песок тоже есть, но неприятное соседство с камышом портит практически идеальную картину. Изначально городской совет пообещал выделить 300 тысяч гривен на установку 150 метров защитного забора, но затем сумму урезал вдвое. Впрочем, и этих денег должно хватить. Через две недели работы начнутся. Наше дошкольное учреждение находится очень жаль на таком участке города, но на сегодня этот вопрос тоже уже решен. Буквально на сессии была принята сумма 156 тысяч гривен на ограждение нашего дошкольного учреждения железобетонным забором. И тогда соседство с камышом будет решено. Глава района осведомлен об имеющихся недочетах, которые в оперативном порядке нужно устранять. Приоритеты на ближайшее время уже расставлены. Сегодня проводится обработка крыш в детском садике Павловка. Председатель сельского совета вовремя реагирует на ситуацию и исправляет те недочеты, которые есть. В целом нам необходимо докупить огнетушители. Нам необходимо, самое минимум, которое мы должны сделать, это обработать крыши школьных учреждений и провести более углубленную тренировку на случай пожара. Почему проблемы выявляются исключительно после внеплановых проверок – вопрос риторический. И ответ на него мы вряд ли найдем в Арцизе. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».